ребят всем привет приветствую вас на канале клейменов тур сегодня мы с вами находимся в еще одном удивительном месте до нашей самарской области это конечно же так называемый золотой пор сейчас я вам покажу проеду на машине скажу красивые места этого соснового леса под названием золотой пор или еще это место называют танцующий лес ну и по ходу дела я вам расскажу почему же этот лес называется танцующий лес почему называется золотой пор поехали не переключайтесь ну что друзья мы сейчас с вами отправляемся по золотому пору а я потихонечку начну рассказывать вам об этом месте сейчас мы заведем автомобиль так друзья обратите внимание на стволы деревьев в первую очередь ваше внимание хочу обратить снимает во первых стволы деревьев вот мы сейчас проехали там вот зеркало сейчас видно дерево оно такое какое-то изогнутое здесь мы сейчас с вами проедем я вам еще покажу найдем такие деревья в общем здесь встречаются такие изогнутые сосны изогнутые деревья и вот поэтому это место в принципе и называется танцующий лес то есть деревья вот эти сосны они словно замерли в таком как танцы что ли поэтому это место вон видно там то есть изогнутые изогнутых деревьев очень много такой вот небольшой овражек какой-то так мы с вами давайте сюда вот проедем теперь давайте поговорим почему же этот лес называют золотой бор обратите внимание опять же на все те же стволы деревьев да они такого золотистого цвета видно да я думаю на камере так вот когда у нас светит солнышко эти стволы деревьев подсвечиваются и такой отдых золотистого цвета виднеется из-за этого это место и называет золотой бор ну в общем давайте сейчас я проеду покажу вам какие-то виды красивые вот в общем что мы уже едем с вами смотрим это золотой бор то есть он достаточно такой раскинулся в общем достаточно занимает большую площадь вот видно дерево танцующие да и танцующие деревья стоят в общем смотрите этот ролик будет интересно не переключайтесь вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, пока мы сейчас едем, путешествуем по такому замечательному месту, как Золотой Бор, да, ну то есть по сути сосновый лес, смотрите как здесь красиво, а какой здесь воздух, ну вообще, не передать, конечно, словами, нужно самому сюда приехать и посмотреть. Это Золотой Бор, сосновый лес, так вот, что я хотел бы сказать, как же не заблудиться нам с вами в лесу. Сейчас. Как же нам с вами не заблудиться в лесу? Ну, во-первых, вон идут люди, то есть банально можно спросить у людей, если вы потерялись, заблудились в лесу, можно, конечно, спросить, ну если, конечно, есть у кого спросить, да. Вообще, правило для того, чтобы не заблудиться в лесу, вот, я думаю, что большинство людей его должны знать, оно заключается в том, что когда вы едете по какой-то тропинке, ну вот как мы в данном случае, да, у нас есть тропинка прямо, у нас есть тропинка налево и у нас есть тропинка направо. Ну, мы сейчас поедем налево просто для того, чтобы посмотреть, а что находится с левой стороны, потому что туда прямо там, ну, какая-то частная территория, какие-то дома, и я, честно говоря, не очень хочу туда ехать, ну, как-то. Вот, в общем, не хочу я на частные территории эти заезжать, вот, то есть, вот мы сейчас едем по этой тропинке, вы видите ее очень хорошо, то есть, она утоптана, она проложена, то есть, и эта тропинка, она в любом случае куда-то вас выведет. А, ну, это мы обратно вот как раз и приехали, то есть, мы здесь уже, в принципе, проезжали, около этой вот Нивы, я помню. То есть, сейчас мы, наверное, друзья, развернемся с вами и сюда опять проедем только в ту сторону. То есть, если же ситуация возникает такая, когда вы едете, например, и вы видите, что тропинка, она, ну, не очень как бы протоптана, бывают такие тропинки, бывают такие тропинки в лесу, когда вы едете по какой-то, значит, дороге, и вы вдруг видите, что она, скажем, ну, не очень протоптана, ее практически не видно. Вот такая тропинка, скорее всего, вас никуда не выведет, так сказать. То есть, там будет либо тупик, либо еще что-то, в общем, вам туда ехать не надо. А вот если вы видите хорошую протоптанную дорогу, то куда-нибудь, да, она вас и выведет, скажем так. Так, вот мы сейчас развернулись, поехали, по сути дела, обратно к тому месту, откуда мы сейчас приехали. То есть, сейчас будет развилка, и мы поедем прямо, никуда не сворачиваю. Вот, по-моему, это развилка, если я правильно понимаю. Да, друзья, такой лайфхак, если вы путешествуете на машине, и у вас запотевают окна, вот как у меня сейчас видно, вот здесь внизу начинают запотевать, то, если у вас есть кондер, то я думаю, что у вас вообще не будет никаких проблем. Вот, вы видите сами, буквально там несколько секунд, кондер, он убирает вот это вот запотевание, все. То есть, я сейчас включил кондер. Так, оп. Вот здесь я допустил ошибку, друзья. То есть, вы видите, я остановился, машина, конечно, у меня не заглохла, но, тем не менее, я не поменял передачу, ехал в горку, ну, либо надо было доску больше давать, либо просто надо было перейти на пониженную передачу. Я этого не сделал, ну, и, как следствие, вот, друзья, видите, практически то, о чем я вам говорил. Вот две тропинки. Одна, с левой стороны, она такая более, как мне кажется, утопанная, с правой стороны, она такая более, ну, в общем, более, как это сказать, более худшая, что ли, ее как-то видно более плохо, да, и вот я по ней поехал. То есть, это не очень хорошо, потому что, видите, то есть, я, в общем-то, никуда и не заехал. Ну, ну, здесь есть, конечно, тропинка, но я, наверное, туда не поеду. Я поеду немножко в другую сторону. Давайте я построю, открою еще окна. Все, задним ходом выезжаем. Здорово. Вот, друзья, помните, что я говорил вам про танцующий лес? Вот, сосны, они вот так вот замирают, в таком, как, словно, танцы. И вот поэтому называется танцующий лес. Смотрите, какая здесь красота. А воздух не передать словами. 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 А воздух не передать словами.